Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Предлагаю вашему вниманию узор коса в обравлении протяжек уголками. Данный узор представляет из себя косу разбором 3х3 иглы и протяжки. С одной стороны протяжка, которая нам создает одна игла в заднем положении, с другой стороны протяжка удлиненная. Как же выполнять эти протяжки? Узор у нас идет не по прямой, а со сдвигом. В предыдущем раппорте мы вязали сдвиг с левой стороны, значит сейчас мы будем выполнять его с правой. С левой стороны мы оставляем протяжку на одну иглу, с правой стороны сейчас будем выполнять сдвиг игл. Но сначала мы выполняем косу. Коса стандартная. Снимаем петли на 2 декера и делаем перевитие. Если вам на вашей пряже и при вашей плотности сложно выполнять косу 3х3, делайте 2х2. Рисунок будет немножко попроще. И со второй стороны снимаем на 2 одноигольных декера 2 соседние петли. Иглы вокруг косы остаются в заднем положении на протяжении всего узора. И надеваем снятую петлю на иглу справа и сверху ту иглу, которая была изначально на этом месте. Таким образом выполняйте пересадку косичкой. Два ряда. Левая сторона у нас остается без изменений, правую мы увеличиваем. Я увеличиваю протяжку до 6 игл в заднем положении. Можно делать простую пересадку, будет немножко попроще смотреться. Пять и заключительная пересадка. Шесть игл у меня остаются в заднем положении. Делаем перевитие. Перевитие выполняется на каждом этапе, когда у нас что-то меняется в узоре. Когда мы дошли до окончания уголка и когда мы его начали вывязывать. Петли можно пересаживать в одну сторону при выполнении косички. Можно чередовать влево-вправо. Будет немножко другой эффект. И начинаем сдвигать узор обратно. Для этого я пересаживаю петлю на соседнюю иглу слева. И для того, чтобы занять иглу, беру провязанную петлю из предыдущего ряда соседней иглы и надеваю ее на освободившееся место. Это выполняется уже одним деккером. Переодеваю петлю и на его место надеваю петлю от соседней иглы, только что провязанную рядом. И довожу протяжку до одной иглы. Дошли до начальной позиции. Делаю перевитие косичкой и выполняю увеличение протяжки уже в левую сторону. Правая сторона у меня остается стабильно выполненная одной иглой. Количество протяжек можно увеличивать, можно уменьшать. Косу можно делать шире, можно делать уже. В зависимости от возможностей вашей пряжи и плотности, на которую вы вяжете данное изделие. Если вам этот узор понравился, если видео было вам полезно, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Приходите на наши вязальные посиделки и ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стримителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова